Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в Skyrim. И в прошлой серии трагически погиб, можно так сказать, Кодлок, лидер соратников. Главой, как бы, да, этого общества, назвать его тяжело, потому что все решения соратники принимали, исходя из решений круга. Но он был лидером, который, мне кажется, вел по пути истинному соратников и хотел очиститься от ликантропии, от болезни, которой заразили ворожея еще давным-давно соратников. Вот, мы в прошлой серии отомстили ворожеям, каким-то, видимо, уже не тем, потому что, да, заразили-то они их очень-очень давно. Вот, но не суть. Главное, что мы отомстили. Кстати, сердце до эдра, давайте мы украдем его, почему бы нет. Цветочки тоже тут возьмем. Так, карта без меточек, ничего интересного, значит, тут на карте не будет. Давайте мы сейчас заберем все самые интересные вещи, кстати. Еще две этих, да, две. Давайте мы их тоже откроем, наверное, две... Как эти штуки называются? Витрины. Две витрины. Хлам там, который лежит, мы забирать не будем, конечно же, потому что он и ворованный. Я пока продавать нормально, адекватно ворованные вещи не могу, так. Ну, вот где-то рядышком уже было. Я все во время взлома пытаюсь ориентироваться на самый нижний круг, да, на, именно, на замочную скважину. Мне вот ребята в комментах написали, что нужно ориентироваться именно на болты. Ну, и вот на дальние вот эти вот, да, какие-то узоры. Тогда будет легче взламывать. Хорошо, взлом повысился, и мы левелапнулись. Новый уровень, сорок первый, да, давайте мы поднимем. Так, и куда мы... Естественно, буду пока что я максить здоровье. С маной вроде бы пока проблем таких особых нету, да. Так, а что мы... Хм, хм, изменения. Ну, давайте, наверное, пока что для начала будем именно зачарование качать. Пока что, да. Какое-то количество очков закинем в зачарование, чтобы, ну, добить. Вот по вот этой ветке мы пройдемся до конца зачарования и уже оставим. Как я понимаю, сбросить я его уже не смогу еще один раз. Ну, хотя, кто его знает, может и смогу. Давайте сейчас еще этот взломаем, тоже замочек. Так. О! Ну, почти где-то, почти. Давайте попробуем... Да что ж такое, не туда. Вот так. Отлично. Так. Ну, этот хлам мне не надо, как я уже говорил. Вот. И после похорон Кодлака, да, нам кузнец Небесной Кузни попросил, чтобы я забрал последний осколок в утро. Правильно он называется, да, я... Забрать... Ну, по-моему, да. Это была тарелка, а не обломок. Так. Дневник Кодлака. Давайте почитаем его дневник. Обломок в утро. Отлично. И давайте заберем тоже необычный камень. Их там нужно будет коллекцию нам когда-нибудь собрать в свое время. Хорошо. Давайте почитаем дневник для начала, я думаю, да. Так. Дневник Кодлака. Во сне я видел череду предвестников, и во главе них стоял изграмор. Каждый восходил в Совнгард, пока не пришла очередь Терафи... 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 Короче. Который впервые обратил нас на путь зверя. Он пытается войти в Совнгард, но прежде чем он доходит до Тсуна, на него кидается огромный волк и утаскивает его в охотничьи угодья, где Херсин, смеясь, приветственно протягивает ему руки. На лице видна досада, но также и готовность присоединиться к Херсину, после того, как всю жизнь он провел зверем у него на службе. Затем я вижу, как каждый новый предвестник отказывается от Совнгарда и вступает в охотничьи угодья по собственной воле. Когда очередь доходит до меня, я вижу, что из-за тумана на горизонте зовет меня Великий Цун. Похоже, у меня есть выбор. А затем подле меня возникает некто, кого я не видел прежде. Я смотрю в его глаза и затем мы, обернувшись, видим того самого волка, что утащил Терафига, Терафиса, наверное. Я все забыл. Нет, Терафига, наверное. Короче, Терафи... Ах, боже мой. Да, Терафига. Ух, здесь будет Терафига. И вместе достаем оружие. Я знаю, что это лишь сон, но сон столь незаурядный, что пробуждает меня взяться за перо, а значит в нем есть что-то важное. Я поговорил с Кругом, но умолял о незнакомой фигуре и сна. Не то Скьор стал бы волноваться, что я перестану с ним советоваться. Возникший разброд мнений меня не удивил. Скьор и Эйла верны путям зверя и даже предполагают, что в загробной жизни выберут именно охотничьи угодья. Если и впрямь будет выбор. Более других, похоже, возволновался Вилкас. В битве этот малый свиреп, как саблезуб, но огонь его сердца порой горит слишком ярко. Он почувствовал себя обманутым, и я не осуждаю его. Фаркас не знал, что и думать, но я уверен, что в итоге он поддержит меня и своего брата. Он всегда так делает. Я не знаю, что делать с Скьором и Эйлой, я знаю об их уважении к соратникам и ко мне в частности, однако они чаще слушаются зова крови, чем остальные из нас. Удачи нам улыбаются. Вчера Вилкас говорил мне, как трудно ему было отказаться от трансформации близнецы, и я решили больше не поддаваться зову звериной крови, пока не найдем путь к излечению. Как по мне, так у меня в голове прояснилось. Однако Вилкас, похоже, не очень хорошо это переносит. Зато Фаркас чувствует себя прекрасно, этот парень продолжает удивлять меня своей стойкостью. В то время, как Вилкас мне жаловался сквозь тени Йор-Васкрая, я увидел, как пришел кто-то новый и пожелал присоединиться к нам. Я увидел, что это он, та незнакомая фигура из моего сна, что поможет мне в схватке со зверем. Вилкас заговорил обиняками... Что? Что это такое? Дабы не посвящать посторонних в наши проблемы. А мне приходилось быть вдвойне осмотрительным, чтобы не выдавать наших тайн новичку, и в то же время не рассказывать подробности моего сна Вилкасу. Не представляю, как политиканам удается каждый раз проявлять такую изворотливость. Так или иначе, я отправил Вилкаса испытать новичка. Посмотрим, действительно ли он тот великий боец, что мне привиделся. Новичок, похоже, не робкого десятка. Имя его галактики. И его отвага уже произвела впечатление на некоторых из круга. Я пока пытаюсь решить, насколько он соответствует образу из моего сна. Посмотрим, как будет складываться его судьба, прежде чем я посвящу его в свою тайну. Может, меж тем я ищу способ очистить свою кровь, что устные, что письменные свидетельства, посвященные этому, скудны и противоречивы. Мне бы не хотелось вовлекать в это колдунов, однако, боюсь, лишь они знают, где найти нужные мне сведения. Теперь мне уже очевидна ошибка Терафига, решившего нас изменить. Магия и все с ней связанное противоречат духу соратников. Мы решаем наши задачи напрямую и не нуждаемся в подобных уловках. Мне остается лишь надеяться, что я успею вернуть нас на истинный путь. И сграмора, прежде чем сгнию в могиле. Галактики продолжают меня удивлять. Не знаю, какую сторону займет он в отношении крови, но пока этот вопрос не поднимали. Галактики знают, что в нас течет кровь зверя и проявляет некое любопытство. Скоро я могу посвятить его в наши проблемы и надеюсь узнать, какую роль он себе выберет. Удивительно, как Эйла надеется сохранить секрет посреди этой пьяной толпы, особенно сейчас, когда мы потеряли Скьора. Сердце обливается кровью, эмоции на пределе и уследить за собой все сложнее. По-видимому, она и галактики начали собственную войну против Серебряной руки в отместку за смерть Скьора. Их сердца полны благородства, но тропа мщения не милосердна. И я опасаюсь ответного удара, что может последовать, если они не научатся сдерживать свою ярость. Галактики, впрочем, держатся доблестно даже в эти мрачные дни. Нам не так часто случалось беседовать, и я глубоко сожалею об этом. Полагаю, что его ждет великая судьба. Теперь я понимаю, что его появление в моем сне действительно говорит о том, что он и есть тот предвестник, что станет моим преемником. Я видел не так много снов за свою жизнь, но научился верить тем, что приходили ко мне. Я умею доверять голосу своего сердца, и оно говорит мне, что галактики сможет нести идеи соратников не хуже любого обитателя Юрваскара. Особенно теперь, когда мы потерялись к Йора. Эйла одиночка по духу. Вилка слишком пыла, кофарка слишком добродушен. Лишь в галактике с воинской стойкостью сможет сохранить трезвый разум среди пылающих сердец. Однако, пока я не стану посвящать его в это. Слишком тяжела. Ноша надеет, что в грядущие годы он и я сможем совещаться друг с другом. И я сумею вознаградить его мудростью предвестников. Все в свое время. Для начала мне нужно разобраться с галенморскими ведьмами. И тут понадобится его помощь. Похоже, наш путь к излечению лежит в возмездии. Тех, кто нас обманул и проклял, должна постичь расплата. Вот так вот. Вся надежда, короче, только на меня, как всегда. Давайте мы отнесем теперь обломки. Может, выкует кузнец топор, да? Как вроде бы я понял по этим обломкам. Мне что-то казалось раньше, что это именно меч. Но вроде бы это именно топор. Хотя посмотрим, что это такое на самом деле. Отнесем только вот запчасти. Ты снова здесь. У меня обломок. Благодарю. Твои братья по оружию удалились в нижнюю кузницу. Думаю, они ждут тебя. Так, снова мне звонят. Давайте мы сохранимся и спустимся в нижнюю кузницу. Так, немножко подлагнуло во время сохранения. Спустимся в нижнюю кузницу к соратникам. У старика было одно предсмертное желание. Оно не исполнилось. Вот и все. Лунная кровь не такое уж и проклятие, чтобы ты не думал, Вилкас. Для тебя это не важно. Но он хотел очиститься. Он хотел встретиться с Изграмором и познать величие Софтгарда. Но этому не суждено было сбыться. Из-за него уже отомстили. Кодлак не стремился к мести. Нет, Варкас, не исполнилось. И сейчас не время об этом говорить. Мы должны воздать почести Кодлаку, чтобы мы не думали о крови. Это верно. Он хотел этого, и он это заслужил. Кодлак часто говорил, что хочет очистить душу даже в смерти. Ты знаешь легенды о могиле Изграмора? Там души предвестников внимают зову Северной Стали. В гробницу не войти без вутрат. А она разломана на куски тысячу лет назад. А драконы были всего лишь легендой. А эльфы когда-то правили Скайримом. Если мир таков, каков он есть, это не значит, что он останется таким навсегда. Секира оружие, инструмент. Инструменты ломаются и их чинят. Это... Клинок восстановлен. Наш брат по оружию впервые в истории собрал все обломки. Пламя героя может вновь сковать то, что сломано. Костер Кодлака станет пламенем возрождения вутрат. И тут нам снова понадобишься ты. Возвращение обломков твоя заслуга. Значит тебе и выходить с вутрат на битву. Остальные готовьтесь отправиться к могиле из Грамора ради Кодлака. Отлично. Отправиться вместе с кругом к могиле из Грамора. Мне нравится такой расклад. Только вот давайте я, наверное, быстренько сейчас нажму на паузу и повыкладываю весь хлам, который у меня, потому что его у меня слишком уж много. Или мы можем даже просто банально продать сейчас. Да, наверное, мы так и сделаем. Просто быстренько продадим весь этот хлам. Что его складывать? Можно, конечно, зачаровать его. Было зачарование на нем прокачать и тогда было бы немного лучше. Но я думаю, все еще прокачаем мы неоднократно. Поэтому давайте, чтобы меньше времени тратить. Мы быстренько заглянем вот сюда. Скупим все ингредиенты, как я это обычно делаю у Адрии. Адрии, да, и продадим ей, ну, она очень хочет... Ага, она ничего не хочет. Анордская резная, нет, точно такая же у Лидии. Так, стеклянные сапоги. Я пока продам. Так, 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 300. Тут у нас еще должно быть посохочарование. 800, блин, какие же дорогие вещи-то. Небесный стальной меч. Продаем, утомление. Все, да. Не густо, не густо. Ну, ничего, у нас есть еще один замечательный торговец, который продает камни душ. И я у него постоянно их покупаю. Когда у него они есть в ассортименте. Давайте ему быстренько... Да, немного того, немного сего. Камень душ у него не заполненный только, к сожалению. Да, и отмычки я у него тоже все скупаю. Так. Руду, руду, руду пока не буду. Ну, и то хорошо, немного лучше, да, можно уже продать как минимум эту броню. И за 300 монет еще что-нибудь. Это стеклянная, я прочитал стальная. У меня 17 мечей, елки-палки. Но их надо зачаровать по-любому. Так, вот эти вот два меча, я думаю, ну, один продадим, да. И второй сейчас продадим. Ну, ладно, все равно придется домой, как бы я не хотел вернуться, да. Выложить эти серебряные мечи. Так что пока что, ребят, я нажму на паузу, и мы продолжим уже немножко позже. Так, отлично, дело сделано. Инвентарь опустошен. Можно было еще немного больше его опустошить. Давайте, кстати, я сейчас соберу еще алхимических ингредиентов. Тут, собственно, они нам, эти уже конкретно не надо, да, потому что с маной проблем у нас на данный момент нет. Но я пока все равно их собираю. Пока новые не сажаю. Может быть, там что-то можно было бы посадить более дорогое, да, в плане продажи. Но это мелочи. Мелочи. Способов заработка огромное количество. Можно столько всего продавать. Как-то пытаться что-то тут экономить. Не вижу смысла. Ну, и как-то, да, пытаться... Ради, там, каких-то дополнительных копеек, сотен, допустим, даже монет. Сейчас заморачиваться по этому поводу. Потом со временем, может быть, заморочимся. Когда-нибудь немного позже. Так, я же могу ведь сейчас, да, в облик оборотня быстренько, да, вернуть. В принципе, да, можно последний раз прощальный, наверное, да. Сейчас как там... Пум-пум-пум-пум-пум. Я уже не помню. Вызов. Грозовой. Драконья кожа. Так, там лицо должно быть нарисовано. Превращение в зверя. Вот. Давайте превратимся в зверя. И просто сейчас убивать никого не буду. Превращение спадет довольно быстро. Вот. А я тем временем смогу быстренько добраться до нужной мне локации. Это, конечно, хороший способ, да, ускорить передвижение. Но, кстати, а, я убивать их могу, и мне только не надо... Не надо только... Так, что-то я... Со спринта надо, со спринта, да? Со спринта мы такие бежим, бежим. Опа, и вот так вот. Просто хавать их не надо, убивать-то можно. А вот есть не стоит. Так. Опа. Старейший дракон. Кого я вижу? Кого я вижу? Нет, плохая была идея, видимо, да? Видимо, очень плохая была идея. Смешно, смешно. Смешно, загружаемся. Да. А я сейчас, наверное... Из дому только вышел, да? Вещи хоть... Да. Пойдет. Ладно. Раз тут к нам дракончик прилетает, ну, тогда что, мы будем воевать с ним в нормальном облике. Правда, далеко не факт, что он сейчас к нам прилетит. Насколько я понимаю. Так. Одеть... Правильный доспех. Взять правильные заклинания. Давайте, наверное, даже с двух рук. Только надо не так с двух рук, а вот так. С двух рук. Так, ну что, никто не летит пока? Вроде не летит. Сохранимся. А, вот тролль. Я что-то подумал, что уже и троллях даже нет. Тролль как-то быстро слился. Так. А где старейший дракон? О, вот он. Ну, давай, маленький. Лети ко мне. Старейший дракончик. По-моему, он на меня забил. По-моему, он банально на меня забил и улетел. Как бы это не печально было. Даже дракон на меня забил. Ужас. Так. Там у кого-то на шатронах... А. Тролля еще одного нашел. Ну окей. Мы тогда сейчас быстренько тут как-то спустимся к необходимой нам локации. Железо. А, не хочу уже железо копать. Как-то надоело немного. И где-то впереди могила из Грамора нас ждет. Так. Местные тюленчики. По-моему, еще железо, да? Еще железо, но это неинтересно опять же. Так. Поплыли. Кто-то... Кто-то медведь, да? Наверное. Где-то был медведь. Ну, вроде бы нету медведя уже. Так. Хорошо. Сохраняемся. Ой. Там еще и крик сейчас выучим новый, наверное, да? Насколько я понимаю. Так. Хорошо. Гробница из Грамора. О, военачальники, это весело будет. Ты не идешь? Кодлок был прав. Я позволил жажде мести подчинить себе мою душу. Я не жалею ни о чем, что мы тогда сделали. Но я не могу идти дальше, пока мой ум затуманен, а сердце в горести. Угу. Осторожнее, что нам здесь угрожает? Первые соратники. Лучшие воины покоятся вместе с Исграмором. Тебе придется показать им, чего ты стоишь. Нельзя сказать, что ты нарушишь их покой. Бьюсь об заклад, они нас ждали. Они просто хотят тебя проверить. Приготовься к славной битве. Как мы попадем внутрь? Верни в утро из Грамору. Она откроет дорогу. Понятно. Ладно. Клинок сломанного железного меча. Закодлока! Неделья восстановления сил. Фаркас! Закодлока! Ты со мной пойдешь, может быть. Наверное, никто со мной не пойдет. Ну ладно. Я и без Лидии еще, да? А, стоп. О, они со мной идут. Это хорошо. Фаркас только не идет. Вилкас только не идет. Что это было? Так. Тут кто-нибудь есть? Никого. Безьма неплохо. А, их даже... Нет. Полутать нельзя. Что-то не получается. Вроде надпись есть, что можно якобы полутать, но... Не лутаются они. Что это было? Так. Так, так, так. Надо, значит, с... Повесить на себя защиту. Защита была? Нет. Это была не защита. Защита, по-моему... Нет. Так, где защита моя? А я даже не знаю, где защита. На какой у меня клавиша? Железная плоть, по-моему, да, у меня есть сейчас? Ага. Железная плоть, я понял. У меня она... Маны не хватает, чтобы с двух рук ее использовать. Так. Окей. Какие-то эти ребята не очень такие лучшие из соратников. Как-то не выглядят они прям на лучших. Как по мне. Так, хорошо. Идем дальше. Давайте проверим сложность там какая-то стоит. Мастер. Все нормально. Так. Вроде там нет ничего интересного. Сохранимся, идем потихонечку дальше. Какие-то... Корзиночки лутать. Что-то немного надоедает, да? В которых... По 10 золота лежит. Так, тихонечко. Так. Тихонечко. Тихонечко. До 84 повысился навык разрушения. Много не так. Отлично. Там еще кто-то есть. Причем там много кого-то. Пауки. Ладно. Давайте мы осмотримся здесь сначала, а потом к паукам пойдем. А, там пауки за мной идут. Так, сундучок. Забираем. Сарамятный щит, правда, там был. Ну, ладно, не важно. Быстрое лечение возьмем. Так. Опять же, да, урны, про которые я говорил. Мусорники, которые... Ну, иногда в них может быть что-то интересное. Ладно, пошли. Пошли дальше. Так. Деньжата. Тебе не спрятаться от меня. Умри, тварь! Так, хорошо. Тут... Путь у нас один. Это радует. Вкладки позалазить не дают. Ничего у них, наверное, нет. Что это было? Да. О! Паучок посерьезней. Отлично. Рубин. А, вот в эти открытые можно залезть, да? Паучье яйцо. Отлично. Давайте мы тогда их и осмотрим. Все, больше открытых нет. Но есть сундук. Запертый. Так. Отлично. Стеклянные перчатки великого карманника. Вероятность, да, у меня лучше. Так. Поехали. Сохранимся. Значит, не показалось. Да, не показалось. Так. Отлично. А, он еще живой. Я думал, мы его добили. Ну, теперь точно добили. Так. Кейла. А где Фаркас? Где-то его потеряли, по-моему. Ну, да ладно. Я думаю, он подтянется к самому интересному моменту, когда мы доберемся до самого интересного момента. Так. Угу. Стрелы заберу. На всякий случай. Угу. Так. Ой. Отлично. Угу. Угу. Перский лук. Стальные сапоги. Неинтересно все это. Даже как-то немного грустно. А, все, у нас переход. Нет, не переход. Давайте вот так вот сделаем. И теперь идем. Так. Сохранимся. Я понял. Хорошо. Оу. Тихонько. Тихонько. Не-не-не-не-не-не. Не подходи. Не подходи. Не стоит. Не стоит. Так. Чё-то эти ребята слабенькие. В прошлой серии были пожестче. Местами. Чё-то Фаркаса мы потеряли реально. Ну, может я как раз сейчас перезайду. Ну, если зайду в следующую, да, вот, часть локации. Так. Там вроде больше ничего нету. Книжки. Надо посмотреть книжки. А то я так прошел, да? А может быть, вот это... Ах. Не. Ну, могла быть книжка, которая повысила бы мне навык. Ну, если бы я ее не прочитал бы раньше. Так. Ага. Вот такие пироги у нас. Добраться до погребального зала. Поговорить с Кодлоком. Приветствую тебя, брат, по оружию. Кодлок, это ты? Конечно. Мы с другими предвестниками тут разминаемся. Пытаемся утрать от Херсина. Но здесь больше никого нет. Ты видишь только меня, поскольку сердце твое признает вождем соратников лишь меня. Бьюсь об заклад, старина Вигнар видел бы полдюжины моих предшественников. А я вижу всех. Тех, что в Сомгарде и тех, что вместе со мной томятся в царстве Херсина. И все они видят тебя. Благодаря тебе прославится имя соратников. Мы не скоро это забудем. Вилкос говорит, что тебя все еще можно излечить. Не знаю. Я могу лишь надеяться. Головы ведь у тебя великолепны. Брось одну из них в огонь. Тогда их магия будет разрушена. Или, по крайней мере, отпустят меня. Окей. Не стоило сюда приходить. Тебе не победить. Ау. Ау. Кто? Что? Кого? Кого мы мочим? Волчий дух мы мочим. Ой. Осторожнее, сразу. Победить волчий дух. Волчий дух Кодлака. Давай. Посмотрим, как ты дерешься. Полутать, нет? Нет. Поговорить с Кодлаком. Приветствую тебя, брат по оружию. Мы убили твой дух зверя. А вместе с ним, зверя внутри меня, благодарю тебя за этот дар. Хотя остальные предвестники остались в ловушке у Херсина. Возможно, герои прошлого из Саунгарда помогут мне освободить их. Пахота охотничьих угодий — это будет славная битва. И, возможно, однажды ты присоединишься к ней. Но пока что возвращайся в Нюрваскор. Празднуй нашу победу. И веди соратников к еще большей. В самому очиститься. Я правильно расслышала. Он сказал, что ты поведешь соратников. Ну да. Я правильно расслышала. Правильно. Он сказал, что ты поведешь соратников. Эта честь по праву принадлежит тебе. Твои силы и доблесть очевидны всем. Эта честь для меня первой назвать тебя предвестником. Пойдем, расскажем остальным. Так. Подожди, подруга. А мне самому как очиститься-то, а? О, вот так вот. Чтобы навсегда излечить вашу ликантропию. Да. А, именно... Именно это-то мне и надо. Волчий дух, владелец галактики. Волчий дух галактики. Полутать опять бегу его. Отлично. Теперь я тоже исцелился. Теперь у меня нету сопротивления ко всем болезням. Да, давайте сейчас посмотрим. Знак мага. Отдых моряка. Напомню, меня там спрашивали в одной серии, откуда у меня вот этот вот баф. Отдых моряка мы получили, выполнив квест в Иниевом маяке. По-моему, у меня серия так и называлась, Иниевый маяк. Вот за вот эту сюжетку квестовую, такую небольшую, нам дали баф, который висит на нас все время. Отдых моряка. Лечебное заклинание на 10% более эффективно. По-моему, неплохое такое. Так, неплохой такой баф. Хорошо, давайте мы немного тут осмотримся. Я вообще планировал, что я тут крик еще выучу какой-то, но не дают. Не дают. Может еще где-то выше там. Дальше. Где-нибудь там. Нет, там, наверное, короткий путь и выход отсюда, я так думаю. Щит из грамора. О-о-о. Увеличивает сопротивление магии на 20, увеличивает здоровье на 20. Ну, так себе, конечно. Но вообще щит, наверное, уникальный, насколько я понимаю. Хлам соберу. Все-таки. И так. Больше я тут ничего интересного не вижу. Может быть, книжки опять же какие-то, да? Ну, вроде бы все сгоревшие. Поэтому, очистившись, очистившись, мы можем вернуться к соратникам. И сообщить им, что все. Долг выполнен. Теперь я не только глава коллегии Винтерхолда, но и глава соратников. Так, хорошо. Хорошо, что у нас тут ваза. Железная броня. Ну и в мусорник обязательно залезть. Надо в какой-нибудь посмотреть, что там. Так. Все уже ушли, насколько я понимаю, да? Да. Все уже, видимо... Дохранят тебя боги в битву, друг. Шли. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Тут было три двери. Это выход. Вилкас. Я не ожидал, что кто-то вроде тебя станет предвестником. Но Кодлак доверял тебе. И я буду доверять. Ты будешь возвращаться в Юрваскар? Не сейчас. Я хочу изучить эту резьбу. Интересно, бывал ли тут изгромор, пока был жив? Но тебе не обязательно оставаться, если ты не хочешь. Увидимся по возвращении в Юрваскар. Будет что рассказать, да? Да. Кодлак сказал, что теперь я возглавляю соратников. Если бы несколько месяцев назад не сказали, что соратников возглавит какой-то чужак, я, наверное, перерезал бы тебе глотку. Но теперь я могу судить тебя по делам. И я слышал, что Кодлак любил тебя. Доверял тебе. Надеюсь, ты докажешь нам, что сердце его не обмануло. Удачи, друг мой. Так, мне удалось излечить Кодлака. Да, благодаря тебе его честь восстановлена. Пусть и после смерти. Достойный конец для достойного война. Угу. О, теперь я могу взять его в напарнике. Вся соль в размахе. Давай-ка я покажу. Ну, я даже не знаю. Давайте выучим быстрее лава-лапность, чем в принципе. Хорошо. Так. И, по-моему, вот в эту сторону я-то еще не ходил. Насколько я помню. А, тут тоже выход. И там вроде выход. И тут выход. Ну, да ладно. Хорошо, ребят. На этом я закончу, наверное, серию. Только... Так, 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 так. Давайте мы сейчас один проведем следственный эксперимент. Если я правильно помню, как его проводить. Давайте сейчас мы посмотрим, какой уровень у нашей Лидии. Надеюсь, что я запомнил команду, которая проверяется этот левер. Так. Заморозки посевы побьют. Давайте мы зайдем к нам домой. В который почему-то два раза надо заходить. Я не знаю почему. Тут какой-то глюк с этим допом. Все время по два раза кликать приходится. Выберем Лидию. Выберем, найдем ее, где она. Раз нет в кровати у себя, значит, она вот здесь сидит. Я твой меч. Так, сохранимся на всякий случай. Все-таки мы, да, уже дело сделали большое. И напишем команду get level или level. По-моему, level. Level. И пробел. И кликнем по Лидии. Теперь 0, 0, 0, 0, A, 2, C, 94. Это ее ID. Ее левел 41. Да, действительно, напарники растут вместе со мной параллельно, как это было в Fallout New Vegas, потому что многие, ну вообще много где в интернетике написано, что напарники не растут в уровнях вообще. Может, это когда-то так и было, да, в начале, до там патча и обновлений. Вот, то есть если во многих гайдах пишут, что вот мы встретили Лидию, да, и все, ее там через десяток левелов лучше оставить и взять нового напарника, потому что она остается того уровня, на котором мы ее встретили. Но теперь я убедился, что это не так. Она действительно таки 41-го левела и, как мне пишут, может докачаться до 50-го. Некоторые компаньоны могут и выше прокачаться. Вот, это очень хорошая новость. Значит, Лидия у нас весьма такая серьезная барышня. Барышня гораздо серьезнее, чем я о ней и думал. Хорошо, на этой чудесной ноте, двойной такой чудесной ноте, мы заканчиваем эту серию. Я говорю всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии. Спасибо.